Дрэгон Квест Дрэгон Квест Для тех, кому прямая мотивация важна даже в виртуальном мире, подготовлен сюжет о походе через темный портал в неизведанные земли. Всех остальных ждут куда более существенные бонусы в виде двух новых рас до длинного списка добавочных предметов и разнообразных артефактов. Новые квесты и подземелья тоже, разумеется, будут. Кстати, в подземельях теперь разрешат выбирать из двух уровней сложности — стандартного Нормал и Хероик, рассчитанного на самых отчаянных. В последнем случае противники станут гораздо сильнее и злее, зато и награда будет куда выше, так что есть смысл рискнуть. Еще одна приятная новость — вместе с обычным изданием в продажу поступит и коллекционная, битком набитая всякими бонусами. Авторы украинского долгостроя «Сталкер» продолжают играть в кошки-мышки как с потенциальными покупателями, так и с грозным издательством THQ. После того, как проект, несмотря на все обещания, и близко не подобрался к магазинным полкам и в 2006 году, разработчики с истинно олимпийским спокойствием сообщили, что уж к марту 2007-го усё будет. И даже продемонстрировали новый трейлер с кадрами из сюжетных сцен и игрового процесса. Кадры, конечно, красивые, но хочется уже чего-нибудь повещественнее, как насчет публичной демо-версии. До весны осталось вроде бы совсем недолго, однако где гарантии, что в марте нас не напормят новыми завтраками? Издательство Midway, завязав ненадолго с Mortal Kombat, пробует силы в рестлинге. Соответствующий проект TNA Impact появится на Xbox 360, PlayStation 3 и Nintendo Wii в течение года. Другие подробности пока не разглашаются, а про больших мясистых мужиков в смешных трусах вы и сами знаете. The Secret Files 2 Игра «Тунгуска. Секретные материалы» только-только успела добраться до отечественных прилавков, а разработчики уже анонсировали продолжение. Пока проект носит незамысловатое название The Secret Files 2, которое, вероятно, всё же сменят поближе к премьере. К слову, последнее состоится очень нескоро, не раньше 2008 года. Ясное дело, никакой подробной информации пока днём с огнём не сыскать, для неё ещё слишком рано. Известно лишь, что главные герои останутся прежние, но на этот раз судьба забросит их на некий тропический остров, битком набитый секретными да тайнами. Возьмёмся предположить, что жанровая принадлежность The Secret Files 2 сохранится, и нас ждёт классический point-and-click квест. Super Swing Golf С выходом Wii разнообразные симуляторы гольфа рискуют стать очень популярной забавой среди владельцев новой системы. Сама Nintendo отметилась соответствующей мини-игрой в сборнике Wii Sports. Ну а издательство Tecmo, недолго думая, выпустило яркую и мультяшную Super Swing Golf. Это, конечно, не очередное переиздание Tiger Woods. Реалистичности поменьше, графика попроще. Зато в Super Swing Golf есть целых шесть режимов. В их числе три для одного игрока и три типа многопользовательских баталий. Играть с друзьями разрешат только по сплит-скрин. Но в будущем Tecmo планирует предложить поклонникам игры новые костюмы и аксессуары. Их можно будет скачать через Wii Connect. В США Super Swing Golf уже вышла. Точную дату европейской премьеры пока никто не называл. BattleStations Midway Не одни лишь авторы Сталкера умеют месяцами откладывать премьеры. Создатели BattleStations Midway тоже не лыком шиты. И вот уже больше года не дают собственному детищу появиться на свет. Но, кажется, в Vidas Interactive нашли управу на неторопливых игроделов. И очередная версия американо-японского противостояния на Тихом океане в годы Второй мировой доберется до магазинов к концу февраля. Причем не только в версиях для PC, PlayStation 2 и Xbox, но и для Xbox 360. Напомним, что по жанру BattleStations Midway является гибридом самолетного боевика и авианосной тактики, где вам разрешат не только всласть покомандовать боевыми соединениями, но и лично сесть за штурвал каждого истребителя. Pirates Constructible Strategy Game Тема пиратов и пиратства нынче очень популярна. Про обладателей костяной ноги и попугая пишут книги, снимают кино и, разумеется, делают игры. Когда хорошие, когда не очень. Зато почти всегда очень и очень прибыльные. Не так давно интерес к пиратскому золоту проявила и вездесущая Sony Online Entertainment, по-быстрому соорудившая Pirates Constructible Strategy Game. В основу проекта легла довольно популярная за рубежом настольная игра, где участники должны строить корабли, а после с их помощью покорять морские просторы. В компьютерной версии забавы можно все то же самое. Плюс разрешат полюбоваться довольно симпатичной графикой. Продавать Constructible Strategy Game собираются исключительно через интернет. Для магазинных полок в Sony Online готовят совсем другие игры. Final Fantasy vs. 13 Смекнув, что несколько версий Final Fantasy 13 принесут куда больше денег, чем одна единственная, хитрая компания Square Enix объявила сразу три проекта со словами Final Fantasy и цифрой 13 в названии. Один из них появится на мобильных телефонах, два других, в том числе и EvoSus 13, пока предназначены исключительно для PlayStation 3. Разработкой EvoSus 13 ведает та же команда, что трудилась над обеими частями Kingdom Hearts. Жанровая принадлежность — экшен-РПГ. Больше о ней ничего толком не известно, так как разработчики молчат, как партизаны под водой. Так что ждем-не дождемся новых подробностей, желательно сенсационных. Dragon Quest 9 К слову о сенсациях. Рассудив, что делать новую часть Dragon Quest 9 для PlayStation 2 уже слишком поздно, а для PlayStation 3 еще слишком рано, все та же Square Enix объявила Dragon Quest 9 эксклюзивом для Nintendo DS. После такой новости многих поклонников Nintendo парализовало от радости, а многих поклонников Sony — от злости. Но представители издательства остались непоколебимы. Игра выйдет эксклюзивно для портативной консоли и точка. За разработку отвечает многоопытная Level 5. Дата выхода пока не объявлена.